Друзья, всем привет! Буквально пару дней назад мы получили сообщение о том, что были в одном помещении с человеком, который, оказывается, был больным коронавирусом и об этом еще не знал. Вот, и сказали, что обратите внимание на ваши симптомы. И сегодня вторник, у меня жутко болит горло со вчерашнего вечера, и во рту какой-то привкус металл. Все, пришли, возьмем талончик, пойдем делать проверку коронавирус. Как у нас от больничной кассы клалить? Здесь так интересно сделали места для сидения на улице, и что можно очереди брать. Тут, я считаю, это очень хорошо, потому что раньше всегда было внутри. А здесь на улице, на открытом воздухе это отлично. Все, за 2 секунды взяли тест, посмотрим, какой же будет результат. Надеюсь, что отрицательно. Это первый раз, когда я по своей собственной воле иду, так сказать, сдавать тест по этой причине, что были в том месте, где больной короной, и сейчас болит горло. Я очень надеюсь, что это просто банальная простуда. Но во рту есть какой-то металлический привкус. И когда я читала разные признаки заболевания коронавирусом, то это один из них. Вот, видите, еще раз покажу. Там находится место отлично, прям на свежем воздухе. Особенно, если не надо в очереди ждать, потому что у нас выдалась очень холодная неделя. Вот. И очень надеюсь, что все-таки результат будет отрицательный. Пойду сейчас на всякий случай, куплю себе стрепсилс. Здесь как раз больничная касса. Клолит. И здесь внутри есть аптека, потому что горло болит, просто режет нереально. У нас, как назло, закончился весь стрепсилс. Ой, смотрите, сколько милых маленьких желтых цветочков. Ну. Вот. И, короче говоря, надо его купить, чтобы, может, лучше горло будет, не будет так сильно резать. Такой вот у нас, такая вот у нас весна. Все, купила стрепсилс с ментолом. Кстати, очень классный стрепсилс. С нашей карточкой Клолит Платинум выходит 18.79, а если покупать в других магазинах, 30 шекелей. Так что карточка достаточно хорошо экономит. Ой, ветер сегодня сильный. Пойдем сейчас пешком до дому. Это приблизительно 30 минут. Прогуляется ребенок. Потому что не хочу общественным транспортом пользоваться, потому что фиг его знает. Маша, я действительно зародилась. Не дай бог, конечно. Не хочется сейчас болеть. Хочу показать вам эти наимилейшие желтые цветочки. Какая красота. Целое поле. Так приятно осознавать, что весна, она все-таки где-то рядом. Потому что очень-очень холодный март. И в новостях читала, что такого не было за последние 100 лет. Такие низкие температуры в конце марта. Это вообще нонсенс. Вот, друзья, идем домой. Сильный ветер. Очень холодно. Ну, как очень. Солнце, конечно, греет, но не так, как хотелось бы. Очень красивая поляна цветов, оливковое дерево. Конечно, весна это самое приятное время года. Когда мы видим много зелени, много цветущих растений. Цветут и деревья, и цветы. Но буквально через пару месяцев, где-то ближе к июню, все это станет желтым, и солнце все выжжет. Ну, не совсем, но уже будет не такая красота. Вот, друзья, надеюсь, что эта вся эпопея с коронавирусом в ближайшие полгода закончится. Уже так это надоело. Уже хочется какую-то свободу от всего этого коронавируса, от всех этих тестов. Есть такой сейчас черный юмор, такая шутка ходит, типа того, где же можно почитать новости про коронавирус? Я хочу расслабиться. Потому что новости про войну каждый день уже вымотали очень сильно всех эмоционально. Что делать? Такое время у нас, такое время живем. на севере Израиля достаточно зелено. И плюс вот такие вот красивые пейзажи с горами. я очень люблю горы и очень рада и благодарна, что могу здесь жить в этом городе, в Кармеле. город далеко не центральный, достаточно маленький, но очень приятный для жизни. Вот они, красавцы, цветочки. Такой запах приятный. Обычные полевые цветы, но аромат фантастический. Очень сильный ветер, поэтому качество записи, наверное, не очень будет. Начало цвести мое любимое дерево, это рожковое дерево. У него очень красивые такие вот сиреневые цветочки, розово-сиреневые. Супер, это явный признак того, что весна уже здесь, несмотря на прохладную погоду. Ну что, друзья, пришли результаты моего теста. Тест на коронавирус отрицательный, чему я очень рада. Но, опять же, это говорит о том, что у меня повторно простуда за три недели. Заложено сильно горло. Купила вчера стрепселс, пила его целый день, и я реально вижу, как немножко стало полегче горло. Так что, друзья, надеюсь, скоро наступит у нас настоящая весна, затем уже и лето. Кстати, весна – это мое самое любимое время в Израиле, когда еще не жарко, когда кругом все цветет, такая красивая зеленая сочная трава. Видите, да, все цветет кругом. В общем, надеюсь, что погода в ближайшее время наладится, и мы все-таки уже сможем спокойно наслаждаться хорошей погодой. Поезд поехал. Вот. Ну, спасибо за внимание, желаю всем здоровья, берегите себя, и пока-пока!